В минувшее воскресенье в Кафедральном соборе Покрова Богородицы города Борисполя архиерейским богослужением честовали память преподобной Марии Египетской. И в тот же день в Кафедральном соборе была совершена последняя в этом году особая великопостная служба – пассия. Подробнее в сюжете, подготовленном по материалам YouTube-канала, управляющего делами Украинской Православной Церкви. Миновало пять полных седмиц Великого Поста. Это святое и благодатное время близится к завершению. Сколь долгим казался вначале этот путь, а вот уже впереди брежет свет пасхальный. Но еще есть у нас время, чтобы принести достойный плод покаяния. Еще впереди одна самая сложная неделя перед Пасхой – седмица страстная. И если еще осталось у нас что-либо неосознанное, нераскаянное, если совесть не дает нам покоя, то вспомним пример преподобной Марии Египетской падшей женщины, но восставшей от греха и обретшей Царствие Небесное. О ее подвиге и вдохновляющем каждого примере сказал в своей проповеди после прочитанного Евангелия митрополит Антоний. Господь нас призвал и не отвергает нас таких грешников, а дает нам в каждый раз новую возможность. Главное, чтобы мы не были тунеадцами в этой жизни духовной и просто брали от Бога и от Церкви то, что в ней есть. Потому что если это не будет давать плодов, то все это только будет служить в осуждении. В осуждении нам и здесь, на земле, но и в осуждении, не дай Бог, в вечности. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем молиться преподобной Матери нашей Марии. Если она смогла с этой бездны греха, которая поглощала ее и через нее других людей вырваться, то и такая возможность из каждого из нас. В тот же день управляющий делами Украинской Православной Церкви совершил вечернюю пассию с Акафистом Страстям Христовым. Владыки сослужили клирики различной волгачине, в том числе Брышевского, Березанского, Сгуровского. Богослужение пассии служит для постоянного напоминания о спасительном подвиге и страдании Господа Иисуса Христа на Голгофе. Особенно важно это в преддверии наступающей Страстной Седмицы.